Оп! Сид чуть-чуть вырывается вперед со старта Конечно, динамика Octavia с этим атмосферным мотором 1.6 не вызывает, мягко говоря, восторга Сид очень точно следует за педалью Вы знаете, словно за ниточку ты его тянешь Но реакции здесь более вялые Octavia сильнее кренится Вот эта полузависимая балка сзади она довольно грубо отрабатывает поперечные стыки Он так здорово подруливает задней многорычарной подвески Увы, у Сида традиционная для корейцев проблема с шумоизоляцией А вот в том, что касается ездового комфорта то Octavia у Сида выигрывает Друзья, привет! Это канал Автоспот и сегодня мы с вами будем бить по корейскому автопрому самым грозным оружием концерном ВАГ то есть концерном Фольксваген Вообще, те люди, которые покупают корейские автомобили и ваговоды то есть те, кто покупает автомобили концерна Фольксваген это, наверное, одни из самых непримиримых автолюбителей на земле потому что это две совершенно разные философии Причем у нас сегодня с вами не какие-то бюджетники Б-класса которые созданы на основе довольно простых и дешевых технических решений а сегодня у нас полноценный нормальный европейский С-класс как вы и просили в комментариях новый Kia Ceed против, конечно же, Шкоды Octavia Корея против ВАГа так что поехали! Да, мы знаем, что и у Сида, и у Octavia есть турбомоторы причем в случае со Шкодой это очень бодрые турбомоторы которые хорошо поддаются чип-тюнингу но даже Сид с турбомотором 1.4 и 7-ступенчатым роботом только начинается от полутора миллионов рублей ну а схожее по оснащению Octavia 1.4 TSI и уж тем более 1.8 TSI будет еще дороже поэтому большинство покупателей и Сида, и Octavia выбирают обычный атмосферный мотор 1.6 с автоматом вот сегодня мы об этих самых популярных версиях и будем говорить ну а что касается турбированных моторов на этих машинах то я уверен, что к ним мы еще обязательно вернемся Сид с мотором 1.6 и автоматом это как минимум 1.195.000 рублей комплектация у Kia, как всегда, фиксированная поэтому верхняя планка цены на этот автомобиль четко определена это 1.450.000 рублей но у нас сегодня машина в средней комплектации Prestige и стоит она 1.330.000 рублей и кстати, не удивляйтесь, если вот этот Сид, который сегодня участвует в съемках он чуть-чуть отличается по спецификации от того, что вы сейчас увидите в актуальных прайс-листах все дело в том, что Kia уже несколько раз пересматривала комплектации на Сид и каждый раз делала их чуть интереснее и чуть богаче например, в эту комплектацию Prestige уже добавили светодиодные задние фонари, бесключевой доступ датчик дождя, автозатемнение салонного зеркала и электропривод складывания боковых зеркал давайте посмотрим на двигатель Сида причем он здесь не такой же, как на новом Rio или на новом Solaris а чуть более ранний вариант с одним фазовращателем выдает этот мотор 128 сил алюминиевый блок, обычный распределенный впрыск цепь в приводе ГРМ и нет гидрокомпенсаторов ну и традиционные могут быть проблемы с этим мотором связанные с хилым каталитическим нейтрализатором бывали случаи, что он разрушался, вся эта пыль летела в цилиндр и оставляла там задиры ну и секрет долголетия, довольно традиционный для этого мотора это качественное топливо и исправная система зажигания ну а коробка передач у Сида это классический шестиступенчатый автомат цены на Octavia 1.6 с автоматом начинаются с цифры в миллион двести двадцать тысяч рублей но как мы знаем, Шкоду можно собрать практически индивидуально под себя есть куча опций и отдельных пакетов так что даже вот такую Octavia с простым мотором 1.6 можно упаковать под миллион семьсот а то и дороже у нас машина в средней комплектации Ambition с популярным пакетом Hockey Edition и еще парой опций и сейчас по прайсу такой автомобиль стоит миллион четыреста пятьдесят тысяч что согласитесь, немало за Шкоду с простым атмосферником но на самом деле сейчас такие Octavia отдают за миллион двести пятьдесят миллион триста ну а все скидки на новые автомобили вы как всегда сможете найти на сайте автоспот.ру и здорово, что благодаря вот этим опциям и пакетам можно сделать так чтобы даже Octavia 1.6 выглядела вполне здорово и не напоминала о такси или о каршеринге посмотрите, у нас здесь классный синий цвет, черные зеркала, черная крыша ну а вообще Octavia это можно сказать такой взрослый конструктор потому что чего только не делают владельцы этих автомобилей и ставят оригинальные большие колеса дооснащают всякими фишками, программируют скрытые функции в общем ВАК есть ВАК мотор у Octavia чуть менее мощный, чем у Сида не 128, а 110 лошадиных сил впрыг здесь тоже обычный распределенный блок тоже алюминиевый а вот в приводе ГРМ вместо цепи здесь используется ремень причем производитель заявляет, что ремень этот установлен на весь срок службы и менять его не нужно ну и гидрокомпенсаторы на Octavia в отличие от Сида есть а еще здесь есть жор масла да-да, представляете, теперь масло подъедают не турбированные моторы концерна Volkswagen а атмосферные например, владелец этой Octavia доливает примерно литр масла от ТО до ТО ну и говорят, что это вполне нормальная ситуация для этого мотора коробка передач на Octavia это тоже классический шестиступенчатый автомат если сравнивать близкие по цене комплектации например, как раз тестовый Сид Престиж против Octavia Ambition без дополнительных пакетов то получается, что корейский автомобиль оснащен заметно богаче у Сида будет двухзонный климат, шесть подушек безопасности подогрев руля, лобового стекла и задних сидений плюс камера заднего вида и бесключевой доступ а у Octavia в отличие от Сида будет регулировка поясничной опоры регулируемый подлокотник спереди USB разъемы и розетка на 230 вольт сзади и еще несколько практичных опций но это если сравнивать по официальным прайс-листам на деле же все будет зависеть от лояльности конкретного дилера смотрите, эти машины по технике очень близки но есть одно принципиальное отличие вне зависимости от мотора у Сида сзади многорычажная подвеска а вот у Octavia с атмосферным мотором 1.6 и с турбомотором 1.4 TSI сзади простая полузависимая балка многорычажка Octavia положена только в топ-версии 1.8 TSI мы померили дорожный просвет и у Сида получается 15,5 см под пластиковым пыльником моторного отсека а вот на нашей Octavia стоит нештатная металлическая защита моторного отсека и если честно, непонятно зачем ее поставили потому что на версию 1.6 с автоматом уже с завода идет штатная композитная защита и вот под ней, по идее, должны получиться те же 15,5 см, что и у Сида базовые фары у Сида это галоген с линзами причем на нашей машине еще и светодиодные ходовые огни с четырьмя точками в стиле Porsche очень, кстати, симпатично смотрятся еще у нас противотуманки загораются вслед за поворотом руля ну а в дорогих версиях фары будут полностью светодиодными у Octavia базовый свет галогенный причем фары рефлекторные с отдельными лампами для ближнего и дальнего света противотуманки здесь тоже загораются вслед за поворотом руля ну а в качестве опции доступны полностью светодиодные адаптивные фары которые, в отличие от Сида, будут с омывателем за них нужно доплачивать 50 тысяч рублей с безопасностью этих машин все в порядке краш-тесты проводили в организации Euro NCAP но вот что касается базового оснащения с точки зрения пассивной безопасности то оно у этих машин разное например, у Сида уже в базовой комплектации будет 6 подушек безопасности передние и фронтальные, естественно, передние и боковые и шторки безопасности а вот у Octavia в базе лишь две подушки передние и фронтальные в средние комплектации добавляются боковые ну, естественно, в топовые еще и шторки но, как мы уже говорили, Skoda можно собирать индивидуально под себя поэтому можно взять базовую комплектацию с шестью подушками если заказать их в качестве опции ну и еще для Skoda доступен такой интересный пакет который включает в себя задние и боковые подушки безопасности И еще коленную подушку безопасности для водителя То есть подушек будет аж 9 штук Но зато у Сида в топовой комплектации доступны современные электронные помощники водителю Такие как адаптивный круиз с функцией подруливания в полосе И система экстренного торможения И вот эти фишки для Октавии на российском рынке недоступны Сравним багажники, но по-моему в случае с Октавией Любая машина из этого класса будет в заведомо проигрышном положении Ну и обратите внимание, объектив камеры заднего вида у Сида без омывателя А на Октавии можно заказать камеру заднего вида И она будет уже с омывателем Что конечно же очень практично Ну и рассказывать об этом багажнике можно немного 395 литров у него заявленный объем Вот в общем-то и все Более-менее аккуратная отделка Из оснащения есть по сути только вот эта петелька под какую-то мелкую поклажу Пол довольно хлипкий, картонный Ну а под полом здесь расположена докатка Говорим о Октавии, подразумеваем багажник Говорим о багажнике, подразумеваем Октавию Шикарный отсек 568 литров у него объем И конечно по традиции для Шкоды здесь куча разных приятных фишек Крючочки, петельки, куча крючков для сетки Есть вот такая перегородочка съемная Плюс вы сюда можете докупить такие специальные перегородки на липучках Которыми можно закрепить чемоданы Ну и чтобы наглядно оценить это пространство и сравнить его с Сидом Смотрите, если мы сюда загружаем наши 4 традиционных чемодана То вот здесь остается место еще для двух небольших чемоданов И при таком огромном объеме здесь еще и нашлось место для полноразмерной запаски Ну а если вот эта полка вам не нужна или она мешает То ее можно снять и убрать, положить ее вдоль спинки заднего сидения Шикарный багажник Это задние места Сида Ну и несмотря на то, что это С-класс А места здесь не намного больше чем в Б-классе Ну да, может быть немного побольше у меня пространства в коленях Чем в какой-нибудь Рио или Солярисе Есть место над головой Ну такая аккуратненькая отделка дверей В нашей комплектации есть подогрев второго ряда Вот такой подлокотник с двумя подстаканниками Традиционные два кармашка в спинках передних сидений Вот в общем-то и все, никаких воздуховодов или розеточек на втором ряду нет Это второй ряд Октавии Ну и конечно место здесь ощутимо больше чем в Сиде В коленях посвободнее и в ступнях над головой примерно такой же запас пространства Отделка похожа по уровню на Сид И еще здесь с оснащением У Октавии конечно все намного лучше чем в Сиде Пожалуйста, вот вам воздуховоды Полноценная розетка на 220 вольт Два разъема USB для зарядки гаджетов Плюс здесь бывает еще и подогрев второго ряда И центральный подлокотник Ну единственная, наверное, проблема Октавии Заключается в том, что здесь очень массивный центральный тоннель Потому что у Октавии бывают версии с полным приводом Ну что вот он, интерьер полноценного европейского С-класса И конечно сидеть тут приятнее и удобнее чем в Б-классе Такая посадка уже получается не табуреточная А полноценная Взрослые ноги чуть вытянуты вперед Действительно как в нормальном европейском автомобиле Кресло у Сида вполне приятное Хорошая боковая поддержка Но мне в этой комплектации не хватает регулировки поясничной опоры Потому что спина все-таки чуть-чуть проваливается Обзорность нормальная Не очень толстые стойки Хотя зеркала можно было бы сделать и чуть покрупнее Хотя диоптрия у них подобрана неплохо Хорошие материалы Мягкие дверные карты Все аккуратно сделано Приятные кнопочки Да, кое-где есть жесткий пластик Но все панели подогнаны аккуратно Ничего не торчит, не топорщится С этим все здорово В том, что касается качества По сути у меня к Сида только одна серьезная претензия Это вот эта кожа на руле Которая очень быстро теряет свою фактуру И руль, посмотрите, становится таким зеркальным Но не очень презентабельно выглядит Ну в остальном здесь все привычно по остальным автомобилям Киа Приборы это такая корейская классика Удобное управление бортовым компьютером Причем в топовых комплектациях Сида Недавно совсем появилась полноценная виртуальная приборная панель Под рукой удобный блок двухзонного климата Вот здесь в ряд сгруппированы все клавиши, которые касаются обогревов Удобные полочки Хорошее расположение всех разъемов Два подстаканника Вот такой подлокотник Правда, он не регулируется В общем, с оснащением здесь все здорово На нашем Сиде установлена мультимедийная система с 7-дюймовым дисплеем Вполне понятный интерфейс Все легко можно найти Есть Apple CarPlay и Android Auto Но совсем недавно у Сида поменялись мультимедийки Теперь вместо 7-дюймового блока будет 8-дюймовый Ну, а в топовых комплектациях вообще будет большой 10-дюймовый экран Это Octavia И по ощущениям здесь просторнее, чем в Сиде Посадка, конечно же, тоже хорошая Причем это кресло мне нравится больше, чем в Kia Потому что здесь, ну, как-то оно более плотное И есть регулировка поясничной опоры Зеркала у Octavia тоже довольно скромного размера Но вот стойки тонкие Ну и в целом обзорность, наверное, чуть лучше, чем в Kia В том, что касается качества Ну, кожа на руле здесь намного приятнее, чем в Сиде А вот отделка дверных карт, пожалуй, поскромнее Чего стоят только вот эти одни ручки дверные из жесткого пластика Так себе решение Ну, приборы традиционные для Шкодовских с радиальной оцифровкой Тоже удобное управление бортовым компьютером Удобный блок климат-контроля Здесь причем подогрев руля можно включать одновременно с подогревом переднего сидения А можно отдельно через меню климат-контроля Причем здесь у подогрева руля есть три интенсивности Тоже здесь все хорошо с полочками и нишами под мелкие вещи Причем карманы в дверях отделаны ворсом Поэтому если туда что-то положить, это не будет греметь Плюс есть вот такой традиционный Шкодовский подлокотник Который регулируется и по высоте, и по вылету Мультимедийная система на нашей Октаве Это болеро, 8-дюймовый экран Вполне приятная мультимедийка Такие здесь иконочки стилизованные, приятная графика Ну и возможностей здесь все-таки побольше, чем в Киа Потому что множество функций автомобиля можно настроить через мультимедийку А не через экран бортового компьютера, как в Киа Все это чуть поудобнее Ну и здесь тоже, конечно же, есть интерфейс Apple CarPlay и Android Auto И приятно, что здесь оставили вот эти две традиционные крутилки Одна из которых отвечает за громкость Потому что в современных мультимедийных системах Концерт Volkswagen делает вот это пространство полностью сенсорным Но вообще здесь может быть еще множество опций Можно заказать и цифровую приборную панель И большую мультимедийную систему Columbus И аудиосистему Canton с 10 динамиками и сабвуфером Спортивные передние сидения Или передние сидения с кожаной отделкой и памятью В общем, можете собрать индивидуально машину под себя Но, конечно, большинство будут выбирать машины из наличия Потому что так получается дешевле Сейчас мы устроим дрэк-рейсинг между Сидом и Октавией И если вы ищете хорошее предложение на одну из этих машин Или, может быть, на какой-то другой автомобиль То заходите на сайт автоспот.ру Но если автомобиль у вас уже есть То автоспот тоже будет вам полезен Потому что теперь на автоспоте можно записаться на плановое ТО И найти лучшие цены и скидки на обслуживание вашего автомобиля Заходим во вкладку сервиса ТО Нажимаем кнопочку узнать цены Выбираем вашу марку, модель и модификацию И видим карту с ценами Сравниваем скидки, выбираем и записываемся Причем на сайте представлены предложения только от официальных сервисов Так что гарантию вы не потеряете Пока запись доступна только для Москвы и Санкт-Петербурга Ну что, поехали Дрэк-рейсинг Сид против Октавии 128 корейских сил против 110 сил чешских, ну или немецких Коробку в драйв Выбираем режим спорт Отключаем кондиционер И на третий гудок стартуем Сид чуть-чуть вырывается вперед со старта И уходит, уходит немножечко от Октавии Уже, наверное, пол корпуса И даже больше В общем, отрываемся и побеждаем Ну, вполне уверенная победа Посмотрим, за сколько Сид разгонится до 100 км в час Включаем режим спорт Выключаем кондиционер Старт Ну, неплохой такой рывок Заявлено для этой версии 11,5 секунд Ну, разумно, достаточный разгон такой получается 11,6 То есть Сид, можно сказать, укладывается в паспортные данные Мне нравится, как настроена вот эта связка простого атмосферника 1,6 И классического шестиступенчатого автомата Адекватные предсказуемые реакции на газ Все здорово работает И особенно классно все настроено в режиме спорт Сид очень точно следует за педалью Вы знаете, словно за ниточку ты его тянешь Можно прям очень точно управлять тягой Приятная настройка И вот это настроение, оно поддерживается и характером сидовского шасси Очень бодрые, очень точные здесь реакции Очень живые, приятно машина откликается на руль Так с охотой ныряет в поворот При этом небольшие крены Очень хорошее чувство автомобиля Приятное усилие на руле В общем, на Сиде хочется ехать быстро Он так здорово подруливает задней многорычажной подвеской И, в общем-то, классно корейцам удалось настроить эту машину Причем вот эта яркая управляемость Она получилась без каких-то жертв особых по плавности хода Да, Сид едет довольно плотно Но эта плотность, она такая европейская Она приятная, она благородная Понятно, что машина замечает неровности Но все отрабатывается, ну так, на хорошем уровне Чувствуется, что с подвеской тщательно работали Ее тщательно настраивали И, в принципе, вот этот баланс управляемости и плавности хода Он у Сида получился очень приятным Увы, у Сида традиционная для корейцев проблема шумоизоляции Мотор здесь заглушен, в принципе, неплохо для атмосферника Который приходится крутить, если нужно получить какое-то Такое сравнительно бодрое ускорение Но вот в том, что касается шума от шин Здесь не все здорово Уже на городских скоростях здесь слышно гул от покрышек Еще ты постоянно слышишь, как камешки по колесным аркам стучат Как плещется в арках вода В общем, ну такая весьма средненькая шумоизоляция Понятно, что здесь нет какого-то страшного, совсем уж дешевого гула Как в Солярисе, но все равно вот эта не совсем доработанная шумоизоляция Она дешевит ощущение от этого в целом-то неплохо сбалансированного автомобиля Ну что, давайте узнаем реальную динамику разгона до сотни у Октавии Отключаем кондиционер, коробка в режиме S Старт Заявлено для этой версии 12 секунд до сотни ровно Посмотрим, сколько будет на деле Ну такой небодрый разгон, конечно 12,8 Конечно, динамика Октавии вот с этим атмосферным мотором 1.6 Ну не вызывает, мягко говоря, восторга Конечно, машины с мотором 1.4 турбо А уж тем более с мотором 1.8 турбо они намного быстрее Но зато в том, что касается управления, тяга и настройки вот этого классического шестиступенчатого автомата То здесь у Октавии все здорово Адекватные отклики на газ, логичные и плавные переключения Вы нажимаете чуть-чуть, коробка скидывает одну передачу Нажимаете чуть сильнее, скидывает две И, в общем-то, вы спокойно и вполне предсказуемо ускоряетесь Но, конечно, какой-то сумасшедшей динамики и бодрых стартов со светофора от этой машины не ждите Но если сравнивать силовой агрегат Октавии с Сидом То может быть чуть-чуть менее точной здесь реакции на газ Но в целом эти машины по динамике очень близки А вот в том, что касается управляемости То сразу заметно, что Октавия это более скучная машина по сравнению с Сидом Да, здесь очень неплохое усилие на руле, такое традиционное для фольксвагенов Ясное, логичное, понятно, нарастает реактивное действие Но реакции здесь более вялые Октавия сильнее кренится Ну и, в общем-то, таких же ярких эмоций, как Сид, в поворотах эта машина не вызывает Нет, я не говорю, что управляемость Октавии хуже Она просто более спокойная А вот в том, что касается ездового комфорта, то Октавия у Сида выигрывает Подвеска здесь в целом помягче Она меньше замечает каких-то мелких неровностей Меньше микропрофиля в салон передает Но есть один не совсем приятный нюанс Вот эта полузависимая балка сзади Она довольно грубо отрабатывает поперечные стыки и какие-то поперечные неровности Возможно, вы замечали это, когда ездили на Октавии в такси на заднем сиденье К тому же, вот этот проезд поперечных неровностей Задняя подвеска его сопровождает таким довольно гулким звуком Что добавляет дискомфорта Но все равно по шумоизоляции, особенно в том, что касается шума от покрышек Октавия на голову выше Сида Все-таки там сильно гудят шины А здесь на это практически не обращаешь внимания Довольно неплохо салон изолирован от шинного гула Ну такая, в принципе, это традиционная особенность Приятная особенность автомобилей концерна Volkswagen Если говорить о стоимости владения То, в принципе, эти машины довольно близки Да, у Сида, может быть, подороже будет полис каска Но у Октавии, в свою очередь, более дорогое техобслуживание Какие можно сделать выводы? Ну, конечно, более практичный человек, которому нужен просторный салон и большой багажник Он само собой выберет Октавию Но предположим, что вам не нужно возить троих детей, жену и тещу А в багажник вы заглядываете редко Но вам хочется какой-то яркий и сильный автомобиль Который будет дарить приятные эмоции за рулем Вот тогда можно смело выбирать Сид Ну, а какой из этих двух автомобилей больше вам по душе? Напишите ваше мнение в комментариях Ну и оставайтесь с каналом Автоспот Вас ждет еще много интересных видео Так что до новых встреч Пока! Субтитры создавал DimaTorzok